Звучный тембр, потрясающий звук и неимоверная певучесть. Фортепиано легендарной марки Weisbrot Asenberg сейчас полностью отвечает всем международным параметрам. Инструмент ручной работы уникален во всем. Его создали еще в конце 19-го, начало 20-го века и с тех пор он, как бессмертный, продолжает радовать своим звучанием. Но этого могло и не быть. Пианино было заброшено в старом здании детского интерната в поселке Железнодорожном. Совершенно случайно, во время ремонта, его заметил губернатор области Николай Цуканов и дал распоряжение спасти инструмент от забвения. Выходной день, мороз. Хороший хозяин собаку не выгодил. Нам пришлось собираться, собирать все необходимое для того, чтобы инструмент укрыть. Спасибо администрации, выделила укрытый автомобиль, чтобы можно было туда погрузить. Ехать туда, связываться с администрацией Железнодорожного, искать грузчиков, потому что погрузить его тоже, снять с второго этажа и принести вниз на руках надо было. А главное, когда приехали, мы увидели, что казалось, что вывозим хлам. Состояние инструмента было ужасающее. Сотрудники даже не знали, как довести фоно до места. Всем верилось с трудом, что пианино снова сможет запеть. Колки не были сильно избиты. В общем-то, я очень боялся, что, может быть, поломана дека. Я не специалист, но знаю, что есть инструмент. А там сильные еще морозы. Думаю, может, лопнула рама, сломана дека, и уже тогда инструмент не спасти. Ну, по частям пособирали. Часть его деталей валялась в других комнатах. Просто смогли определить, что это. Вместо недостающих деталей там была прибита фанерка. Ну, естественно, мы ее не взяли, поняли, что не поведет. Подставлены разные деревянные приспособления, чтобы инструмент не падал. Ну, практически рама отдельная, корпус отдельный. Семья лучших настройщиков города Финк взяла на себя самую сложную работу. Борис Иосифович около полугода практически не отходил от инструмента. Вместе со своим сыном Александром они раздобыли недостающие детали, привели механику в норму, сняли коррозию и по крупицам только вручную отреставрировали фортепиано. Даже звучание было ниже стандарта на 2,5 тонн. «Сразу дать нагрузку 16 тонн – это рискованно очень для опорных конструкций инструмента. Значит, примерно по 1,8 мы поднимали каждый день и пришли, так сказать, к ля 440, к мертонам пришли». Береза, орех, граб, сосна, палисандр. Чтобы изготовить каркас из лучших пород дерева, материал выдерживали 60-70 лет. Для сравнения, отечественные фортепиано собираются всего за 90 дней. Резьба только ручной работы, лучшие металлы и, конечно, аура прошлого векового наследия. «Уже в наших инструментах, вот невыдержанный материал, там, значит, вот, дека проседает со временем и исчезает модуль упругости деки. И тембор исчезает, исчезает вот. И такое, знаете, звучание такое непевучее. Здесь певучее название, это самое, звучание, здесь звук такой продолжительный». Сейчас инструмент настроен для концертной деятельности. За всю проделанную работу семья Финка не запросила ни копейки. Это был подарок горду. Хотя на аукционах аналоги этого антиквариата оценивают в сумму более полутора миллионов рублей. Эта фортепиано осталась как трофей после Второй мировой. И, как говорят специалисты, еще сто лет инструмент будет радовать своих слушателей. Все в этом инструменте продумано до мелочей. Черные клавиши сделаны из черного дерева, белые – из прочного пластика. А струны, кстати, сохранились еще с момента создания. Это конец 19 века, и в них использовано несколько сплавов металлов. Наверное, такой подход к изготовлению фортепиано и сохранил его до наших дней, и дал возможность и нам восхищаться уникальным темпром и звучанием. Татьяна Караханова, Виталий Сырцов. Служба новостей. Город.